День в день. Час в час. Минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Ну и продолжается утро на Болткоме. Олег Пек Александр Шунин. Действительно сейчас поговорим на такую очень серьезную тему. Недавно на днях проникли воры в один из молодежных центров для помощи трудным подросткам. Это тот центр, который находится на улице Лудзе, 69. И, конечно, сама по себе эта история какая-то кажется и абсурдной, и мерзкой. Потому что ведь это то самое место, где подростки с достаточно сложной судьбой находили себе какую-то возможность приюта, убежища. Ну и на эту тему мы попросили, может быть, рассказать и поговорить о том, зачем создаются, каким образом создаются такие центры помощи трудным подросткам, кому они помогают и кому, может быть, они уже помогли. Главу этих центров Эдис Клайшис с нами на прямой связи. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Дар, расскажите, пожалуйста, на самом деле, чем можно помочь конкретно этому центру восполнить вот этот урон и остальным? Я только понимаю, это же сеть, сеть центров Оупен. Сколько их вообще палаток? У нас на данный момент 11 центров. На следующей неделе мы открываем еще два центра. И до конца октября еще один. И можно было бы поздравить, конечно, с другой стороны, ужасает количество таких центров, потому что они необходимы. То есть все настолько плохо и запущено. Мне один раз задали вопрос, что надо делать, чтобы у нас было меньше работы. Я скажу так, что такая проблема была всегда и она будет всегда. Как бы хорошо общество не жило, всегда будет такая проблема. И это неизбежимо. Я вкратце скажу о том, для чего эти центры. Эти центры для тех подростков, которые выбрали свое время проводить на улице. И здесь надо понять, у людей, у общества очень неправильное представление об этих подростках. Я хочу отметить, что 90% уличных подростков выбрали проводить свое время на улице не из-за того, что это приключение для них, а из-за того, что у них дома ужасные обстоятельства. Но вот какого рода обстоятельства? Что толкает подростков? Это пьющие родители или что? Да, алкоголь, наркотики. Есть и вторая категория подростков, которые из очень хороших состоятельных семей. Там у них просто не хватает внимания, и они начинают вытворять всякие гадости, можно сказать, чтобы привлечь к себе внимание. Получается так, что в этих центрах они находятся как будто бы, ну не то чтобы под присмотром, но вот что дает этот центр? Что предлагает подросткам? Они могут сюда приходить просто провести свое время. У нас есть Xbox, PlayStation, настольные игры, книги, но у нас есть и занятия. Но эти занятия и активности для них, я их не организую и не говорю им, вот это вам в жизни пригодится. Потому что, ну, они такие вещи не прислушиваются. Я им говорю, мы делаем немножко по-другому, я им говорю так, что если у вас есть какие-то идеи, чем вы хотели бы заняться, говорите, садимся за столом и все вместе смотрим, как мы это можем реализовать. Благодаря их инициативе к нам приходят художники, музыканты, спортсмены, повара. У нас есть разные тренировки, да, к нам даже приходят учителя. Насколько ведь понятно, что для государства, например, наличие такого рода центров это сплошная польза. Потому что понятно, что если эту ситуацию каким-то образом предупреждать, мы все время говорим о том, что обычно мы реагируем на то, когда уже подростки совершили что-то противозаконное, что-то нарушили, где-то что-то стащили. И тогда начинают разбираться и в основном их наказывают. Это такой репрессивно-карательный метод. Здесь, вроде бы, казалось бы, гораздо больше можно сэкономить денег на том, чтобы предупредить все эти вещи. Получаете ли вы помощь? То есть, насколько государство заинтересовано в такого рода центрах? Государство заинтересовано, но мы не берем от государства финансирование. Я скажу, почему. Почему? Потому что, если идет речь о деньгах налогоплательщиков от государства, то в этих проектах везде есть идентификация персоны. Значит, мне придется тогда вести учет. Я не знаю, Ян Сперзинч был в этот день. И я скажу честно, у нас более, это летом я считал, у нас по всей Латвии более 300 подростков. Я у восьмых знаю фамилии. И просто потому, что нам пришлось им помогать с документами, и двум пацанам я просто родителей знаю. Мы не ведем идентификацию персон. Потому что эта категория подростков не приходит никуда, где их регистрируют. Понятно. Если вот вы упомянули родителей, если подросток, например, хочет остаться на ночь, или там, ну вот он считает, что ему дома плохо, может ли он это сделать? И второй сразу вопрос, как тогда быть с родителями, которые могут волноваться, переживать, и звонить в полицию, искать и считать, что что-то с ним случилось. Я скажу так, что мы оставаться у нас можно, может, те, у которых уже 16 лет, которые достигли этот возраст. И, ну, я скажу честно, те, которые у нас остаются там родителям по барабану. Ну, будем реальными, да. И, ну, так как это, у них уже 16 лет, они сами могут принимать решения, они могут не находиться и дома. Кто помогает вообще? Откуда появляются вот эти вот помещения, там, 11 плюс 2 на следующей неделе, вы говорите, на каких условиях? Мы функционируем только благодаря обществу и благодаря пожертвованиям. Так, соответственно. А как вы снимаете помещение или вам предоставляют, может быть, какие-то добрые... Нет, мы снимаем, мы снимаем. Мы снимаем, мы арендуем помещения, платим за них аренду от пожертвований, и, например, по поводу благоустройства всего, ну, то, что в центрах есть. Мы фактически ни в одном центре ничего не покупали. Все нам люди привезли, дали мебель, телевизоры, те самые Xbox, компьютеры для учебы, да, и остальные игры, книги. Учитывая профиль вашей деятельности и контингент, ребят, насколько охотно вам сдают в аренду помещение? Не было ли... Не сталкивались ли вы с каким... Никаких проблем не было. Это приятно. А для тех, кто хочет помочь, поддержать материально какими-то предметами, куда обращаться, что является первой необходимостью, что чаще всего у вас требовано? Знаете, как по поводу... Я всегда говорю и так, когда мне спрашивают, что вам необходимо, я всегда говорю, нам все нужно. Мне легче сказать, что нам не пригодится. Это бетономешалка, да. Но самое правильное, если кто-то хочет помочь чем-то, есть один способ, можно пожертвовать нам, да, но еще есть такой вариант, что можно позвонить. У нас есть очень классная девочка, работает Агнеса, да, ей можно позвонить, и она организует всю эту практическую сторону. Я могу и назвать номер. Да, назовите, мы запишем. 2-0-2. 2-0-2. 3-0-0. 3-0-0. 1-0. 1-0. Можно посмотреть и нашу страничку на Фейсбуке. Open Rado6 Centers. Там тоже есть все контакты, да, там есть информация о том, где мы собираемся новые центры открывать, как у нас идут уже с теми центрами, которые работают. Я вам скажу еще больше. У нас никто в центрах не сидит и за подростками не присматривает. А как вообще происходит, да, вот эта самоорганизация? Более старшие следят за порядком, более ответственные, они учатся этой ответственности? Они на самом деле все ответственные. Я вам скажу один очень простой пример. У нас в центрах есть наличные деньги стоят. Это для того, чтобы они, ну, например, у нас есть основные продукты в центрах, да, они же могут здесь и прийти и приготовить себе покушать. У нас там есть основные продукты. Ну, я, например, ну, я не накуплю полный холодильник там со сметаной, со сосисками и так далее, да. У нас в центрах стоят наличные деньги, они берут эти деньги, идут в магазин, покупают то, что надо, приносят, чек ставят. У нас ни одна копейка не пропала. Ну, опять же, учитывая этих ребят, как решаются какие-то конфликтные вопросы и насколько часто они, ну, там, какие-то драки, потасовки, не знаю, споры. Я думаю, что у нас в негативных таких ситуациях помогает избегать то, что, как я говорю, я не пускаю сюда тех, которых сюда привозят. Я скажу очень простой пример. Прошлым летом к нам пришла одна мама с дочкой, и она говорит, я хочу, чтобы моя дочка была у вас по рабочим дням с 3 до 7. Я говорю, нет. Она говорит, как нет, ну, центр же для всех открыт. Я говорю, центр открыт для всех тех, которые сами хотят. Она как в пионерский лагерь привела. Мини-детский садик. Мы здесь никого не перевоспитываем. Для этого есть другие учреждения, куда вы можете везти своего ребенка. По поводу конфликтов. У нас был один конфликт, этот конфликт, о котором я знаю. У нас два ребята подрались. Я приехал, они оба с фингалами. Я им сказал, я говорю, ребята, меня не интересует, кто из вас виноват, кто нет. Я говорю, если вы, ну, не помиритесь и не научитесь, ну, как это, лиза поставить. Я говорю, я выкину вас обоих на улицу. Я приехал, через 4 дня они сидят вместе и Xbox играют. И как мне люди говорили, это, наверное, первый раз, о котором ты знаешь. Давайте будем реальными. Между подростками всегда будут какие-то конфликты и что-то такое. Но учитывая того, что из наших центров ни один подросток не пропал, это означает, что все конфликты, которые у них были, они сумели сами разрулить. – Лиза, я не могу не спросить такой личный вопрос. Почему вы этим занимаетесь? – Ну, давай будем реальными. И для кого не секрет, что у меня очень черное прошлое. И я очень много употреблял и алкоголь, и наркотики, и жизни. И, ну, столько плохого сделал. Но это сейчас не означает, что я сейчас этим занимаюсь, чтобы как-то улучшить свою карму. Нет. Да, потому что я с улыбкой всегда говорю так, чтобы улучшить свою карму. Мне необходим, наверное, 5 моих жизней еще тогда. Но это все само собой создалось. Мы организовали некоммерческие мероприятия. У нас и у нас были там волонтеры. И оказалось, что три из этих волонтеров, которые были такие очень, ну, самые активные и самые ответственные, оказалось, что они уличные ребята. И мы начали тогда им организовать там, покупали билеты на концерты, отвозили их там в какие-то музеи, да, там. И, в конце концов, дошли до того, что, ну, нам надо одно место какое-то, где они могли бы собираться. Ну, мы когда, я когда открывал первый центр в Агентском, ну, я не думал, что через полтора года будет 11 центров. Ну, однако, динамика такая заставляет задуматься такая. Хорошо, наверное. Просто вот у меня вопрос, а как сами подростки узнают об этих центрах? То есть, они друг другу рассказывают, как это? Сарафанное радио. Сарафанное радио. Ну, но еще то, что я, у нас есть обклеенная машина такая, ну, которую невозможно не заметить. И я еду и на улицах разговариваю с ней. Спасибо. У нас как раз выходит время эфира. Огромное спасибо, мы говорим, Эдису Клайшу, главе центров для помощи трудным подросткам Open. Безусловно, в течение дня на нашем портале MixNews.lv появится, ну, во-первых, текстовая версия нашей беседы. И со всеми ссылками, телефоном Агнеса для тех, кто, ну, конечно же, из наших слушателей наверняка захочет поддержать это замечательное начинание, эти центры для подростков, кому нужна вот эта вот нормальная просто поддержка и место, куда прийти и пообщаться. Спасибо, Эдис. Спасибо. Без удачи и развития вашим центром, и пускай вот история подобных тех, что произошла на днях, никогда не повторяется. Ну, и чтобы вернули, может быть, раскаялись, услышав о том, что они обворовали, вернули, все назад. Хотелось бы такого развития. Потому что такие вещи, конечно же, потом прилетит обраточка. Мгновенная карма, то, что называется. Всего доброго, Эдис. Так, у нас пауза, а потом гость, представитель общества ресторанов, совладелец Варик Саулес. Будем говорить тоже об актуальных вопросах. Это подготовка террас к зиме. Теплее на улице не становится, хотя эта неделя еще балует нас. Отсутствие помощи по-прежнему со стороны государства. И одна инициатива очень интересная. Обслуживать детей до определенного возраста без требований сертификатов, тестов и так далее. То, что поможет остаться рестораном на плаву. Слушайте радио Болтком.